Сегодня мы поговорим с вами об измерениях. Мы познакомимся с характерными особенностями любых измерений, которые только могут быть. Что вообще такое измерение? Это нахождение числового значения величины опытным путем с помощью средств измерения. Например, линейкой мы можем измерить длину, градусником мы можем измерить температуру, мы можем измерить транспортиром величину угла и многие другие вещи. Давайте измерим длину обычной ручки с помощью обычной линейки. Для этого конец ручки совместим с началом отсчета линейки точкой 0 и увидим, что длина ручки 14,1 миллиметра. Но если учитывать, что конец ручки закруглен и приложить линейку более точно, то увидим, что длина 14,2 миллиметра. То есть говорить о точности измерений невозможно. Ширина интервала неизвестности составляет 1 миллиметр. Как раз цену деления линейки. Получается, что при измерении, при всем нашем старании, нужно все равно учитывать погрешность. Приехал внук к бабушке в деревню. Да ты вымахал сантиметров на пять, воскликнула бабушка. Ну-ка подойди к косяку двери, я тебя померю. Подошел внук к косяку двери, бабушка измерила его. И оказалось, что рост у него 158,7 сантиметра. Ага, если я вымахал на пять, значит раньше я был 153,7 сантиметра, подумал внук. Прав ли он? На самом деле, когда бабушка сказала, что он вымахал на пять сантиметров, она сказала это не точно. Она сказала это приблизительно. Поэтому говорить о том, что раньше он был 153, если сейчас стал 158, не совсем правильно. Потому что измерения не совсем точные. Давайте измерим еще одну величину. Для этого возьмем деревянный брусок, приложим к нему обычную линейку и посмотрим. Цена деления линейки 1 миллиметр. Сейчас у нас получается где-то 22, но может быть немножко побольше. 23 миллиметра. Можно ли сказать, что длина бруска ровно 22? Наверное, опять будет не совсем правильно. Потому что ширина интервала неизвестности может составлять как раз вот этот один миллиметр. Если мы заменим линейку более чувствительным прибором, он называется штангенциркуль, то тогда измерения станут более точными. Но опять говорить о том, что оно очень точное невозможно. Чувствительность повысилась, но погрешность все равно остается. Все равно измерение не бывает абсолютно точным. Результат любого измерения приближенный. Неопределенность в измерении характеризуется такой величиной, как погрешность измерений. Погрешность – это отклонение результата измерения истинного значения от измеряемой величины. Погрешность сопровождает все-все-все измерения, которые только могут быть. Из-за чего же она происходит? Причин на самом деле очень много. Во-первых, это несовершенствование метода. Во-вторых, это несовершенствование некоторых средств измерения. Может быть, линейка кривая. Условия измерения. Температура разная или стол не так стоит. Ну и действий самого измеряющего. Где вероятность того, что вы очень точно приложите ноль на начало измерения, если вы измеряете длину в градусах или измеряете длину по линейке в сантиметрах. Поэтому для измерения точности существуют некоторые методы оценки погрешности измерения. Для количественной оценки качества измерений вводят понятие абсолютной и относительной погрешности. Мы с вами сегодня познакомимся именно с этими понятиями. Абсолютной погрешностью измерения называют модуль разности между значением величины и измеренным значением этой величины. Между точным и измеренным. На самом деле, для примера, посмотрим так. В школе 197 учеников. Если округляю это число до 200, то тогда абсолютной погрешностью будет модуль разности 197 и 200, получается погрешность 3 человека. Если при измерении тетрадного листа вы получили 20,5 сантиметров, а по ГОСТу написано, что тетрадный лист 20,7 сантиметра, какова погрешность наших измерений? Все правильно. Абсолютная погрешность будет такова модуль разности ваших измерений и тех, которые должны быть. Модуль разности 20,5 и 20,7 дает нам 0,2 сантиметра. Это и есть погрешность наших измерений. Абсолютная погрешность всегда выражается в единицах измеряемой величины. Измеряем транспортиром величину угла в градусах, измеряем линейкой длину отрезка в сантиметрах. Часто бывает так, что точное значение узнать невозможно. Тогда получается, что и абсолютную погрешность найти тоже невозможно. Ну, на самом деле, представьте, что нам нужно измерить расстояние между двумя точками с помощью линейки или значение угла с помощью транспортира. Откуда мы знаем, сколько в длину этот отрезок на самом деле? Мы можем только ориентироваться на наши измерения. Поэтому в этом случае погрешность вводят от тех приборов, которыми производят измерения. В нашем случае, если мы измеряем отрезок, это будет линейка или транспортир, то есть тот прибор, с помощью которого производим измерения. В данном случае, для того, чтобы указать, нужно посмотреть на деление, цену деления на измеряемом приборе. На линейке чаще всего это 1 мм. Поэтому мы и говорим, что погрешность наших измерений 0,1 см. А когда мы говорим о том, что мы измеряем транспортиром, то там цена деления 1 градус. Поэтому мы будем говорить об абсолютной погрешности в 1 градус. Тогда получается, что для того, чтобы узнать абсолютную погрешность в данном случае, нам нужно посмотреть на цену деления и тогда утверждать о том, что наша погрешность 0,1 для линейки или 1 градус для транспортира. Существует несколько способов записи величины абсолютной погрешности. Но чаще всего используется такая запись плюс-минус. Например, рекорд в беге на 100 метров в 1983 году установленный составляет 9,930 плюс-минус 0,005 секунды. Плюс-минус 0,005 секунды говорит нам о том, что он может быть чуть меньше или чуть больше указанной величины. Или давайте посмотрим, например, температура. 2,8 плюс 0,1 градуса. Это говорит о том, что температура на самом деле будет меняться от 2,8 плюс 0,1, то есть до 2,9. И нижняя граница 2,8 минус 0,1 до 2,7. То есть получается, что на самом деле температура находится в интервале от 2,7 до 2,9. Но запись 2,8 плюс-минус 0,1 как раз нам это и поясняет. Когда мы говорим о том, что погрешность вычислений составляет один сантиметр. Много это или мало? Давайте подумаем. Если мы измеряем спичечный коробок или пенал, то, наверное, погрешность в один сантиметр – это много. А если мы измеряем расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы или от Земли до Луны, то что такое один сантиметр? Это ничтожно мало. То есть всегда надо понимать, что в зависимости от того, что вы измеряете, вы должны будете ориентироваться и на ту погрешность, которую вы при этом можете получить. Чем больше измеряемая величина, тем больше может оказаться и погрешность. Давайте рассмотрим два измерения. Первое измерение – это измерение листа бумаги формата А4, который равен в длину 29,7 плюс-минус 0,1 сантиметра. И вторую величину – расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы, которое можно приблизительно сказать 650 километров плюс-минус 1 километр. Что, по-вашему, измерено точнее? Погрешность в первом случае превосходит всего-навсего 1 миллиметр. Погрешность во втором – километр. Вопрос состоит в том, чтобы нам сравнить точность измерений в первом и во втором случае. Если вы думаете, что в первом случае измерения были точнее, то вы ошибаетесь. Давайте я вам это докажу. Начнем рассуждать. При измерении листа бумаги абсолютная погрешность не превышает 0,1 от какой величины? От величины самого листа – 29,7. То есть в процентном отношении составляет дробь 0,1 в числителе и 29,7 в знаменателе, умноженное на 100%, то есть получается 0,33%. Запоминаем. Теперь посчитаем. Когда мы измеряем расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы, то абсолютная погрешность – 1 километр. Но 1 километр уже от какой величины? От 650 километров. Найдем в процентном соотношении. 1,650 умноженное на 100% дает нам 0,15. Видим, что в первом случае мы говорили о погрешности в 0,33, а во втором случае уже только в 0,15. Погрешность гораздо меньше, а значит измерение точнее. Здесь для оценки качества мы использовали уже не абсолютную погрешность, а относительную. Давайте дадим определение относительной погрешности. Относительная погрешность – это частное отделение абсолютной погрешности на модуль приближенного значения измеряемой величины. Обычно относительную погрешность выражают в процентах. Как это сделали мы в этом случае? 0,33%, 0,15%. Мы получили две относительных погрешности. Заметим, что относительная погрешность никак не измеряется или чаще измеряется в процентах. Абсолютная погрешность может быть величиной всегда положительной, потому что она модуль. Относительная погрешность тоже только положительная величина, потому что в данном случае частного модуля на положительное число. Если при измерении получена относительная погрешность до 10%, то говорят, что произведена лишь приблизительная оценка измеряемой величины. В физике, математике, когда нужна точная оценка, то говорят о том, что она должна быть менее 10%. А если мы будем говорить о каких-то научных лабораториях или исследованиях, например, определение длины световой волны, то там относительная прогрешность должна быть миллионы долей процента. Давайте остановимся на еще одном важном моменте. Иван на глазок прикинул, что длина прямоугольника порядка одного метра. А Михаил взял линейку и с помощью линейки измерил ширину прямоугольного листа и получил величину 33,5 сантиметра. Им нужно посчитать периметр прямоугольника. Что же они сделают? Измерение Ивана и измерение Михаила сложат вместе, и у них получится, что периметр прямоугольника где-то 2 метра 67 сантиметров. Это приблизительное измерение, потому что Иван поступил не очень правильно. Он прикинул длину прямоугольника. Тогда надо было то же самое сделать и Михаилу. Ему надо было прикинуть, что в ширину прямоугольник где-то около 30 сантиметров. Но тогда периметр получился бы 2 метра 60 сантиметров, что еще менее точно. Поэтому, когда разговор идет о математике, когда разговор идет об измерениях, нужно измерять с помощью линейки как можно точнее для того, чтобы измерения получились более точными. А уж если кто-то измерил неправильно, то тогда и другому можно не задумываться о том, чтобы брать в руки линейку, а тоже прикидывать на глазок. Тогда это будет приблизительное вычисление и приблизительное измерение. И погрешность в этом случае будет гораздо больше. Давайте сделаем окончательный нот. Все измерения приближенные. Погрешность изменения — это отклонение истинного значения от измеряемой величины. Эта погрешность является характеристикой точности измерения. Бывает она абсолютной и относительной. Абсолютная — это модуль разности между точным и приблизительным значением. относительное — это частное отделение абсолютной погрешности на точное измерение величины. Надеюсь, что вам пригодится знание относительной абсолютной погрешности для того, чтобы измерять насколько точно вы что-то сделали. Продолжение следует... Продолжение следует...